Скрипами туда-сюда, в итоге, видим, немножко пропушил линию, опять же, один стак на себя взял и потом полностью все пустил по линии, и, как видим, сейчас очень круто будет получать экспириенс у нас с ландроид, наконец-то хотя бы третий возьму для себя, что с первым тяжко будет. Курьера флай принял, реализовал руну хосты, быстренько нашел, вышел в миддл, ну и инвокер будет проблемно стоять, конечно. Правда, в куре там не было ничего, успел тапок себе вокер прикупить. Вот, поэтому, ну, все равно, потери курьера, тысячи монет, как бы, не особо приятно отдавать в начальном, в начале самой игры, и, понятное дело, это немного по экономике-то ударит архоном. Ну, с другой стороны, хотя бы пустой возвращался, то есть, ни с чем-то, ни с каким-то батлом, ни с каким-то сапогом, так бы, конечно, было обидно. Согласен, согласен. И, наверное, и возвращаться обратно на линию. 50 секунд еще не будет. Как раз, медведька и будет тяжко ландруиду. Очень тяжко, Forged Standard заряжается, подходит сюда Сларкевич, начинает нарезать у нас ландруида, ну и фатбаки, я понимаю, в пользу свою игроков-командер-холь. Ну, конечно, тут четвертый левел Сларк, что с него можно сделать. Флаффенстав вовремя, ну, зарядил станчик и, пожалуйста, изи ферсблат. Решил сам пойти, называется, получить экспириенс без спиритбера. Ну, ошибка, ошибка, само собой. Такие неудачно. Мирана пока что у нас в центре стоит. Видели эту Мирану в роли саппорта очень-очень много раз сегодня. Мирана, которая сначала идет какой-то в леса, пытается стрелой попадать в больших крипов, потом берет второй левел в лесах, и потом, как видим, в центр отправляется, выискивает для себя жертву. Именно там. Как же для стрелы. Ну, смотри, четвертая ночь началась, кстати говоря. Сейчас будем смотреть запережение на этот сталкер, и может подставиться в Бэйн. Брэйн сам в двоечку, конечно, взят, поэтому похилялся Бэйн быстренько. Абадон тоже, как ты говорил, с четвертым левелом в двойку, афотик шилф, единичку пассивка, да, все так и есть. Все очень стандартно. Ну и начинают постепенно напрягать ботом лейн. Архоны, понимая то, что на данный момент их дабла сильнее из героев, и если сейчас Найт Сталкер еще начнет активно передвигаться по карте, то нужно будет что-то в бойц придумывать и как-то обыгрывать всю эту ситуацию. Стрела в центр промазал у нас товарищ Флай, но вот не удалось уже спануть у нас опять же Инвокера, хотя были-были на это все шансы у них. Ну и вот он подходит на свой слой, точнее Найт Сталкер, пропускает Флай, а ну вот наконец его находит. Я думал вообще просто. Там Сайленса нет, Найт Сталкера. Ну хотя смотри, руки зарезают его, все же нету там липа, а вот таки погибает Найт Мирана. Ну и на этом все и заканчивается. Ну, выход неплохой от Архонов, как бы и Инвокеру фраг достался. Так что все очень здорово пока что получается. Хоть и два фрага всего было сделано, но за пять минут небольшое для себя уже преимущество ребята набрали. Да, 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 потихонечку фармят. Ну, крипсат, видим, первый показывает у нас Сларк, который стоит на топе. Видим, неплохо приезжает своего оппонента, именно Брюмастера, на целых пять крипов. Ну, опять же, пятая минута особо этих пять крипов в роли пока что не имеет. Зато у панды полторы тысячи почти на руках. Я так понимаю, это будет фастовый даггер, и уже с даггером будут ребята что-то придумывать. Но у Войтбойс, да, действительно, у них инициации по факту никакой нету. Если только Патма там зарядит, стрелу попадет случайно, и все, пожалуй, да, он друид быстро к тебе не прибежит. Имберспирит, если ворвется, погибнет моментально за счет своего вот этого количества статов, которые он имеет. Фьюрифайр у него, Боттл, ну и, пожалуй, это все, чем может похвастаться Имберспирит на данный момент. Больше он и не мог вынести с этой линии. На данный момент Крепстат у него 24 на 8. 24 на 8 точно такой же от Манкис Форева в миде. Ну и вот сейчас нападение, скорее всего, последует у нас. Хотя нет. Что-то просто так побегал на исталке рядом. Ну, своей тушкой пугает мидера соперников, ну и убегает обратно. Свои лица. Возвращаясь к брюмастеру, ты сказал, что был фастовый бринг, а не тут-то было. Мидас будет у нас. Ох, вот оно как. Вот как оно, на самом деле. Америка. Да, тут просто так не покупается артефакт. Тут все не столько покупается тем временем, а Абадона могут взять. Мирана. Подмосполагает. Что это такое? Что это было? Но стрела все же... Ай, промахивается стрелой! Как же тут вообще печально все происходит. В итоге отпускают Абадона. Вот это да. Зато нападение сверху у нас. Смотрел, андруида пробили очень больно, но получилось так, что Оракл его сам и засейвил. Еще и подхилиал немного. Так что все вообще шикарно. У андруида получается с этого всего дела. Сларк очень много маны потратил, но здесь уже и ПТшки есть, Аквила, статов достаточно. Плюс если ПТ будет переключать, там еще и на Инту проседать не будет особо. Седьмой левел у Сларка. У него все шикарно. 43 на 6. Совсем скоро, я думаю, у нас выходы какие-то последуют. От Джи Йо уже. Возможно, в Мидл, если появится фастовый Шэдоу Блейд. Но я уже не берусь ничего утверждать. Так что будет видно. Не, на самом деле вроде бы и получится. Немножко Дублейд вынести. Хотя, хотя посмотрим опять же. Возможно, что-то другое нас и ожидает. Опять подходят саппорты команды Воид Боис и готовы опять же выходить на Абаддона. Ну, где же Найтмэр? В принципе, может выйти просто на морозе, поставить тот самый Найтмэр. Вот, вот. Есть Сонна, есть Стрелла. Тут ребята хорошо сыгрались. И в итоге без проблем забирают того самого Абаддона, которого не забрали в тот раз. Ну, понимают ребята то, что до получения 6-го левела Абаддона можно и нужно убивать. Для того, чтобы лишать его экспы и голды, которые он выносит с этой линии. И вот сейчас этот выход получился. И поздравим Воид Боис с первым фрагом для них. Да, именно так оно и есть. На Асталкере, я вижу, вообще в леса перешел. Что-то вообще скучное ему, я вижу. Ну, 5-й левел у него есть, в принципе, и какие у баракла, поэтому такие вот дела на данный момент у него. Сейчас еще погибнет от крипов, нет? Но он не реализовал свою первую ночь, поэтому пытается найти место себе на карте, хоть где-то, хоть как-то для себя что-то вынести. И, само собой, в лес переместился, потому что на любой другой линии его сейчас просто и забьют так ногами, что потом вряд ли Вайтберт сможет вернуться в игру. Хотя, вроде как, 5-й левел не так же все и плохо на 8-й минуте. Ну, в принципе, первую ночь он вышел на центр, помог сделать фраг для инвокера, в принципе, неплохо, я бы сказал бы. Как для начала. Хочу посмотрим, что нас ждет дальше. Стрела по инвокеру залетают, но вот дальше, опять же, не идут, потому что видят перед собой оракла. Есть ферчинсенд по инвокеру, но инвокер, видим, сразу же отбивает. Регенерацию. Снизу, брюмастер, левел 8 есть, но есть праймал спик, пока что не готовится его использовать, пока придерживая. На крайний случай, когда будет на него нападение, подачу, то, что-то возможно и получится. Ну, нужен флайл на нижней линии сейчас, чтобы напасть на Абадона, опять же, провести свою комбинацию на Атмар и стрела. Возможно, там даже и брюмастер своему там не потребуется, просто клэпнет этого хватит. Ну, до получения, опять же, шестого левела Абадона. Как только шестой здесь вынесет для себя, все изменится, я думаю, ребята даже не будут нападать из команды Void Boys, прекрасно понимая то, что поисследуется ФТП, возможно, они еще сами ошибутся как-то в позиции и будут страдать за счет этого. Ну вот, смотри, сейчас нападение, я думаю, вниз нас ожидает. Есть ТП, неплохо. Архоны сместились. Приходит сюда Сларк. Есть шестой незабываемый брюмастер. Там даже левел 8 уже. Праймал сплит на развороте. Прожимает ультимейт Сларк, убегает спокойно и, в общем-то, все остальные герои команды Архон оказались уже под своим Тауэром. Ну и в итоге на последнее нападение у нас закончилось на вот таком вот неприятном моменте для Архонов. ТП было потрачено, причем ТП было потрачено от Сларка, который в данный момент не фармит свою линию и дает пространство Лондруиду. У которого, кстати говоря, 2000 рублей. Вот так вот. Да, в рублике, конечно, нормально у него заезжают. И Родиан, да, как нас ожидает, по идее всего. Скорее всего, ну, смотри, в Спиридбиро ничего не покупают, он даже без тапка, именно в Спиридбиро. Поэтому, да, скорее всего, это будет фастовый Радик. Ну, ладно. Радик так Радик. Все же хотелось бы увидеть какой-то этой был через Мальстром, через Башер. Тут стандартный. Первый-первый-первый самый. Ну, Радианс тоже, как вариант, неплохой, вроде бы, как. Ну, тем более, сейчас ему, опять же, дают время пофармить, поэтому он прекрасно понимает. Я думаю, Хуан то, что может себе позволить подобный артефакт прям сразу закупить. Ну, да, хоть и не самый быстрый, но все же появится. Сам Радианс. Который будет необходим ему. У нас очень интересная игра в плане именно киллов. 1-2 на 12 минуте, это нормально? Да. Хорошо. Я 52 минуты закончил с 16-18, по-моему, что-то в этом роли. До 20 фрагов было там и там. Там у нас мозга был. Ладно, торнадо, ЕМП, торнадо мимо, ЕМП тоже мимо. В итоге Флай выживает, пока что живет. По полснапам находится, тп-аут кастует, улетает. Проблема у Бремастера, Бремастера все же забирают. У нас игроки Командархон и отпускают еще и бейта. Быстрее всего, да, он отпускает. Настолько же не пошел. 3-1. Счет у нас матч в центре так и не получилось Эмберспириту забрать. Соракла, в принципе, тоже атаковал вроде бы, как я понимаю, да. Ну да, под хостой опять что-то пытался сделать. А сейчас может и залететь. Временант есть, может. Пошел, пошел, пошел вперед. Очень опасно действует 747-я, но как-то давить под Т3 на 12 минут Эмберспириту это ненормально, я считаю. Но опять же мог на Ремнант залететь и все. Ну и все, да. И три ТП в лицо, и это минус. Как бы разменивать свою жизнь на жизнь саппорта, такое себе дело. Зато заберет для себя первый флаг. Да, круто. Там пока все это дело происходило, Найсталкер забежал в чужой лес, посмотрел, нашел вот эти вот стаки крипов, которые вовремя сделал флай на своей потме. Ну и это все дело, конечно же, Эмберспирит для себя будет забирать. Я думаю, 747-й понимает то, что на эти стаки совсем скоро придут люди. Вот Ансларк уже подтягивается, пока что не палится, что он здесь, нужна ему подкрепа и своих саппортов. И Найсталкер на данный момент вместе с Оротом в миде под смоком находится. Интересно. Торнадо не попадает, в итоге Эмберспирит уходит. Назад и тут Сларк начинает подфармить чуть-чуть, решил. Но опять же с рингчейнс, и на этом вроде бы как-то заканчивается. Солдашу доу-дэнс, а от Закпинсгриппеля у нас Инлокера, Инлокера пытается спасти у нас Сларк. В итоге может сам подставиться очень-очень сильно, Паунс уходит Сларк. И преследование тут тоже заканчивается в центре. В итоге всего лишь один фраг у нас. Это минус Инлокер, но опять же через Фингрей, понятное дело, не грех пропустить такое. Но стаки все остались за Сларком, поэтому у него также появляется, кстати говоря, Мидан, 700 монет сверху, ну и не так уж все. И плохо, опять же топ-1 по Крепстату на 13-й минуте, ну и по Нетворцу также топ-1, 5800 за ним, 5200 у банды. Так что немного оторвался от своего оппонента. Сларк за Шадоублейд. Ну да. Ну, Сентр, блин, Сентр уже покупает Бюмастер, зато это круто. Очень-очень круто. Ну ладно. Поехали дальше. Инлокер также покупает Хэнт оф Мидас после урны, ну и будет тоже на что-то интересно себе копить. И вот на что тоже меня интересует, будет ли арчит для, опять же, того же Эмброспирита, которого можно ловить. Но по идее, по идее даже и нет. Ну за ТК здесь действительно есть кого-то, ту же панду, если выключить в замесе и просто не дать раскистовать свой ультимейт, почему нет? Да, плюс Бэйн, плюс Мирана, ну, Мирана и так сильно, но все же Бэйн, может тоже. Да, я думаю, здесь просто стендартно арчит будет от Эмблакера, ничего не станет придумать Манки Форево, ну это просто и не надо в этом случае. Так, Бадон приходит на топ, начинает навязывать там свою игру для Лондроиду. У Лондроиду уже Сакрит Релик есть, как бы немного с запозданием Абадон сюда сместился, надо было бы раньше решать проблемы с Лондроидом. Возможно, перемещения, опять же, саппортов сказались и не было бы и на полном ни разу сверху, вообще он не приходил, никак не помогал своему Лондроиду. Ну вот сейчас нападение на него пошло, неплохие Торнадо залетают от Манки Форево, и Лондроид выживает за счет своих статов и вот этой вот новой способности Сэвид Шрор. Прогоняет Сларка. Который отправляет врагов на базу? Ну, просто от этого Спирит Бира, поэтому его просто нельзя атаковать там определенное количество времени, и что с этим поделать непонятно. Ну, придумали, конечно, нормальную тему. Да, вот таки отправляют спирит, теперь команда Войт Боис, почему бы и нет. То есть особо, ребят, ничего нету такого жесткого, так что надо было потрачено, а в итоге в фулдау ничего находится, хотя нет уже. Да и вообще, это один пора бы забрать. Ну, Войт Боис очень битый Тауэр в Миде, поэтому сейчас просто размен один в один по Тауэрам будет, и на этом, ребят, я думаю, даже драться не будут сейвить свои Тауэрам. Ну, сейчас посмотрим, в принципе, там Андерспирит, то что-то как-то хочет сейвить свой Тауэр, но вот. Сейчас уже отошел назад. Ну, решают не рисковать, лучше пофармят больше. Плюс, тем более, продолжает давить Лондруид, топ-лейн, опять же, и денег получает, у него уже тысяча после покупки Сакрит Релик, и совсем скоро Радианс на 17-18 минуте, если будет. Неплохой результат для Лондруида, как и сложной линии. Ну, вот сейчас напали на него, ну, и, как бы, Оракол не тот герой, который должен прилететь первым, зато, возможно, не просят спиридбиры, я сейчас переключусь на него, там неплохая стрела еще, Войт Берда залетела. Ну, отрезает, отрезает все пути, тут еще спиридбир сейчас подойдет к Инвокеру, возможно, за... нет. Думал, как-то корни пойдут, но уже нет. Второго Мишку уже теряет Лондруид за эту игру. Ну, да, неважно вообще. Ну, одного забрал Сларк там. Ну, да. Кстати, Сларк куда-то деньги все свои потратил, и действительно Шедл Блэй тут же ее, уже в Курьере. Да, забрал он снизу еще Т1, но в итоге приходит, видимо, в леса, в чужую, начинает фармить, пока его команда там что-то на топе справляется, что-то бегает. Это же пока что для него это не важно все это дело. Найд Сталкер тоже Дехан в Мидос приобрел, кстати говоря, и, блин... Там на Инвокера сверху напали, неплохо зафинсгриппил Омега Павнер и с брейнсапом с помощью Флая забирает. Ну, вот, размен произошел. Вот я тебе говорил еще при стадии пиков, то, что Оракл за счет своего берста это просто что-то с чем-то. Один из тех саппортов, который может вот так вот из ниоткуда появиться и кого-то убить быстренько. Ну и размен в итоге 1-1, забрали Мидера, Войд Бойс отдали Патму, ну, в общем-то, размен, конечно же, в их пользу. И Родианс 17-52. Вот, и правда Мишки сейчас нету, а нет, Мишка уже в центре. Что-то я завтыкал с этим делом, ну, отправляется Мишка вперед, и вообще она по барабану стоит просто, втыкает на все происходящее, и что ты ему сделаешь? Сейчас очень быстро начнет отрываться в Нетворсе. На данный момент Лондруид топ-4, 6300 у него, 8500, кстати говоря, у Сларка на данный момент, вот, Мидас дает о себе знать. Да, 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 отправляется теперь Мишка на топ, подпушит линию, которая тут немножко подпушилась. Ну, то есть, занимается, занимается Мишка своим делом. А сам Лондруид уже одноботами находится, приключается форму, и тут ребята тоже на вражеский Т1, который последний остался, в принципе, и как и у команды Войд Бойс, тоже последний Т1 остался на топе. Поэтому те и другие хотят, наверное, забрать уже Т1, уже вышки все-все, которые только есть. Эмбарс Перед, после Травелов должен прикопать Баттл Фьюри, ну, вот, 1700 на данный момент есть, и охватает только всего лишь на Персеверанс, который, наверное, сейчас появится. Да, ну вот, и опять же, возвращаясь к Нетворсу, 6800 у него и 7100 у Инвокера, который немного впереди находится на данный момент. Собираются Войд Бойсы по нижней линии, пошло ЕМП Торнадо, неплохой прокаст от Уокера, правда, все залетает в одного лишь бояна, там еще и Лондруида немного цепануло, но, я думаю, вышку все-таки отдадут, ребята, из Архон. Ну, бессмысленно драться за Тавру, которого и так 200 хп остается, подгонять, возможно, стоит, да, но, во-первых, Оракул очень далеко у него ТП нету, плюс Сларк с ТП, конечно, может подключиться, но это опасно для него будет, и, я не знаю, как бы Архоны захотят дефить этот Тавр. Время потянуть, да, могут. Но, типа, за Денайд, еще попробовать как-то, опять же, не отдать врагу, есть Торнадо, Денайд, выкрутит вышку, включается Алтема этого оборона и все расходятся по разным уголкам. Хотя есть телепорт, я вижу вот Сларка, Сларк Шадоу Блейд и идет, идет атаковать. Цепляет мишку, проходит башь. И все, минус у нас мишка. Еще 200 голды, и посмотри, у Сларка откуда-то появилось, 2000 монет, еще и медасик заюзал, вообще шикарно, все, лжио. Ну, я думаю, нужно выходить быстро с карди, статы всегда полезная штука, да и сам по себе артефакт для Сларка вообще самое оно. Ну, либо же попробовать сделать БКБ, ну, не будем забывать то, что Бенч через БКБ бьет. Правда, избавляется от большого количества контроля от Панды в этом случае, поэтому не знаю, что выберет Сларк. Здесь и то, и то для жио неплохо смотрится. По идее, по идее, башь какой-то должен появляться. Может быть и башьер. Да, опять же, контроль для Эмбер Спирита, но он не такой сильный сейчас этот Эмбер, на него... Как бы свое внимание обращать в драки сейчас не очень правильно. Я думаю, проще и лучше зафокусить того же Брюмастера, либо Лондруида, который сейчас огромное количество проблем будет доставлять с этим Родианцем. И опять Войтбойс смещаются в Мидлейн, попробуют сейчас что-то здесь делать. Как мы видим, не идут Архоны, правда, Оракл готов. Если что, тпшится, вот Инвокер летит на свое Т3, пошел Глиев. Постепенно так отгоняет Войтбойсов, для того, чтобы не сильно напрягали Тавр. Ну, провели на 1-3 и, не знаю, может быть, попробуют пойти дальше. Смотри, нападение сейчас на Эмбер Спирита будет снизу Эмбер Спирит. Ну, только хотел сказать, что в 4-ом находится у нас команда Войтбойс. Один Эмбер Спирит фармит на ботами. И без проблем в 4-ом-то исправляется пока что. С Т2 есть, телепорт от Сларка. Сларк прилетает и готов добивать, опять же, Бишку до себя. Смотри, как же Фидит этим Спирит Биром, Хуан, просто забей. Опять же, без Мишки 20 секунд, у него 1000 монет на руках. Как мы знаем, сложно фармить Лондруиду. Там, кстати говоря, поймали кого? Поймали БНА, пробивают его всем, чем только можно. Еще и Салин задали, Стан залетает. Минус. Мега. Попробуют на Рошана, я думаю, зайти. Все-таки минус 2 от Войтбойс. Вряд ли они пойдут дефить этого самого Рошана. Ну и подтягивать постепенно Сларк тоже. Да, ну впитал, конечно, там бы все, что только возможно было. Я так смотрел на него, думаю, когда же он погибнет. Вроде и саппорт, а вроде бы какие много на себя требуют. Там его еще Оракл подхилял. Да-да-да-да, это и дело, что столько всего ребята потратили. Да, на Рошана заходит у нас Командархон. Тем временем, тем временем, Амбрасперит начинает напрягать Т2. Все же делает телепорт у нас на ботом тавер. Тут же ребята тоже подходят. Будут пытаться как-то задефать этого самого Рошана. Прилетел Спиридбир. Главное сейчас его не отдать. Ох, как влетает! Отлично, так лэпает. Брюммастер. Ну и дальше начинается у нас драка. Причем очень неплохая драка для команды Войтбойс. Теряет инвокера. Дальше видят Абадона, который будет ультимейтом, который сейчас закончится. И можно его тоже разбить. Ну и этим занимаются у нас игроки команды Войтбойс. Забирают еще одного. Ну и на этом вся драка и заканчивается на Рошпите. Ну да, действительно. И что странно, счет 5-6, 24-ая минута. Я не перестаю это отмечать. И подпушены сейчас две аж стороны у команды Архон. Поэтому нужен один какой-то герой на топ-лейн. Плюс в миде они уже вышку потеряли. И все не так уж и хорошо у Архонов получается. Хоть они и ведут немного по счету. Если мы откроем графики, там мы видим то, что и по графикам они тоже немного впереди. И там 3 тысячи по голде после вот этой вот проигранной драки на Рошпите. Ну и по экспе, там тоже около 4 тысяч, а не в плюс для себя. Поэтому, не знаю, надо что-то думать, ребятам. Возможно, выходы под смоком какие-то, поддержку Сларку, под Шедоублейдом. Ну, что-то такое. Потому что дальше продолжать стоять, фармить бессмысленно. Эмберспирит разгоняется, разгоняется. Слон-Друид, Панда тоже там свои артефакты вынесет. Ну и Джио побежал за Омегой. На Бэйна сейчас последует нападение, да, действительно. Падает Бэйн, но даже не смог откинуться брейдсапом. Не. Даже засуиться не смог. А Бадон таких ребят не прощает. Ну и 7-5. 7-5, еще один фракмус пополняется. Тем временем на бот, именно, спирит в Battle Fury. Видим, тут Т2 зашел. Ну, тут Оракл сразу же. Тут как-то. Гиперстол у нас перед Бера. Уже наформил 2000 монет для себя Лондруид. После Радика появляется Гем. Тоже интересный выбор. Сейчас пойдет Оракл лишать своих соперников любого вижена на этой карте. Но проблема в том, что вот смотри, какие, кстати, варды стоят интересные. От Войт Боис. Один обсерв стоит снизу, другой в мидле. И вот таким вот образом режут ребята из Войт Боис. Вообще своих соперников понимают, куда они пойдут. Где будут фармить. Ну и, понятное дело, любая профессиональная команда может даже за счет одного варда иметь полное представление, где находится их соперник. Поэтому нужно сейчас действительно сходить Ораклу, все раздевардить это дело. А то вообще сложновато будет передвигаться Архоном без смока. Ловить будут часто. Ну и главное за это время не отдать тот самый гейм. Ну это само собой. А, еще и мой сталкер будет Девардить. Ух ты. Ага, тоже вот так вот. Тю. Неплохо. Неплохо. Варя, Тейлор. Варя, Тейлор. Збивает все это дело. Я понял. Жесткая штука. Там еще деревья можно рубить с помощью этой штуки. Пам. Да все что хочешь можно этой штукой делать. Слассайте. Я сегодня, как увидел, думаю, показалось или нет. Казалось, нет. Ну да, обсаганимом Night Stalker неплохо сейчас может побегать, поубивать опять же весь Vision, который только есть. Сларк. Сларк с Инжин Яши. В руках теперь имеется у него. Айгес заканчивается через полторы минуты, ну и решает отправляться, видимо, на Эмбрасперит. Но опять же, Риммон сейчас быстренько Эмбрасперит расскажет, как отправляться надо. Поэтому ничего серьезного нет. Кристалли, кстати говоря, есть уже Эмбрасперита, ну и вот, находение на Эмбра, сразу же на Риммон, и сразу же домой. Ну, три секунды еще домой. Прошел G.O. Ну, нападать вот так вот бесполезно совершенно. Там у Инвокера, кстати говоря, помнишь, мы с тобой говорили о Борщите, там тоже Аганим появляется, 1200 на руках после покупки этого артефакта. Что будет появляться дальше? Ну, теперь арчит уже бессмысленно делать. Ну, да. Скорее здесь можно прикупить себе хекс какой-то, почему бы и нет. Попробовать именно его собрать. Верно, 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 верно. Опять же, есть кого хексить, всяких вот этих влетов от Брюмастера, которые могут быть, как это было на Рушпите совсем-совсем недавно, где он влетел и дал, после чего премил сплит. Опять же, после клапа как-то ловить, то-то было бы очень-очень четко для того же Инвокера. Но, правда, КБ появляется у Брюмастера, и теперь мне так уж и легко будет его захексить. Согласен. Ну, здесь еще вариант у Инвокера собирать себе Шиву. Все-таки три главных персонажа в бой с милишниками, и катить их можно. Ну, помимо Эмбер Спирита, пожалуй, только. Все-таки и Панди ты даггер сбиваешь, и медленнее, куда Панда передвигается по драке. Плюс Лондруи тоже не такой активный будет в передвижении. Ну, и как бы укрепиться самому себе в арморе, почему нет? Все-таки там девятка у Инвокера на 27-й минуте против того же Эмбер Спирита. Это проблема. Хотя, ну, по факту Эмбер Спирит еще не так больно бьет, как мог бы бить на 27-й минуте. Не так уж у него все и хорошо идет. Хотя по Нетворцу мы видим там всего лишь на 300-400 монет. Плюс Сларк находится на данный момент. Полторы тысячи, кстати, у него тоже на руках есть. Так, ну и Т2 подошел, Эггис у него уже пропал. В итоге приходится без него нарезать тот самый Т2. Ну и нападение на Эмбер Спирита. Эмбер Спирита учителя просел, в итоге уходит, опять же, на топ к своим тиммейтам. Сейчас еще получит форшн-сэнд. Ну да, вместе еще встань. Зай, войдить хотел еще. Да нет, я не думаю. Ну, выходит, воин бойцы на Т2. Топ лейна откидывается здесь в манке форрера всем, чем только можно. Но в итоге прокаст в одного лишь Спирит Биро весь уходит. Тем временем погиб Т2, вышка снизу, войд бойцы. И поэтому размена тавера никакого не произошло. Я думаю, следует сейчас войд бойцам вернуться постепенно на базу. Потому что Сларк там уже до 3, до 3 добрался. И как только поймешь, там никаких ТП не было сделано. Ну вот, есть первый телепорт, есть два телепорта на ботом. Но тут дальше-то атака происходит у нас. Все же, на Сларкет на плохой вижен имеет. Поэтому пытаются ребята что-то кого-то... Да и убейте! Есть хороший торнадо! Вот так и сбивает флайв телепорта. Также проблемы лондроиды начинаются. Лондроид также таверно отправляется. В итоге минус 2 делает команда Архон. Дождались своего момента, пока вот все же ребята начнут делать самый телепорт. Очень долго стояли, ждали, смотрели на это все происходящее. Хорошо и грамотно разыграли все это дело. И передвижение, именно понимание макроигры у них на уровне. Сейчас мы видим нападение на Брюмастера. Тем временем под Саленсом он находится. Не хватает дэмэджа на этот сталкер, чтобы хоть что-то сделать с этой жирной пандой. Ну и панда уходит уже в мидлейне. Тем временем Мархоны перетянулись на топ после того, как убили двух героев. Забирают еще и вышку Т1. Я думаю, можно на Т2 идти дальше. Опять же, заставлять соперника сместиться на топ-линию. Ничего им не мешает. Здесь практически фолловый Слар, который готов уже драться. У него 3000 на руках, кстати говоря. Возможно, покупка Сакрет Релико и после этого действительно Эбисон у нас послед... Да, сталкер начинает делать свои интересные дела. Опять же, с агонимом Вижен у него просто шикарный. Просто огромный. И в итоге просто, опять же, давал Вижен всем тиммейнам. Посмотрите, где находится оппонент. Давайте дальше не бойтесь ничего делать. Эбиспирит покупает себе Домонаидж. Остается еще рецептик до того самого Доедала Санду. И вот он, башер, появляется у Сларка. Который не должен никого отпускать теперь. Да, да. Так и есть. Ну, проблема для Сларка лишь Бэйн. Если вдруг неправильно прожмет Сларк Дарпакт и вдруг попадется от Бэйн. Как раз со своим финсгриппом будет большой проблемой. Там еще если Патма зарядит стрелу. Ну, в общем, если контроль весь в Сларк попадет. Опять же, Сларк это основной демош-дилер в этой команде. Если его быстро зафокусить, убить еще до всей драки. То, я думаю, Войт Бойса не составит большого труда. Потом с инвокером разобраться и со всеми остальными. Надо контролить этот момент. И ни в коем случае Сларку не подставляться. Выходят Войт Бойсы на топ лейн. Прогоняют Сларка отсюда. Вот так вот на характере. Пэдсоул вышел, показал свою морду. Ну, это же ее убежал. Да, вот именно, что на характере. То есть, опять же, несмотря на то, чтобы к об этом находилась в кулдауне, все же ребята просто в пятерем. Втроем, точнее, вышли, по-моему. Или в четвером, по-четвером. Втроем, быстрее всего. И просто погнали. Иду дальше. Иду дальше вперед. Сларк, опять же, глядите на это все по шоу до Блэйдом. Я же понимаю, что лучше сражаться. С этим всем. Да, снизу Эмберспирид, 18 левел. Видим, с Дэддаусом подфармливает очень-очень быстро как раз своих оппонентов. Именно крипов. Отпышивает линию. Ну и даже отправляться наверх своим тиммейтом. Пока что телепорт. Вот он, телепорт. Летит. Ну и начинается теперь драка с исполнением команды Архона. Это задефать. Минус мгновенно Мирана. Правда, я тут перед Бирой просто забиваю. Ну и ремастер под... Праймал Сплит, там тоже что-то развлекает народ. Да, в итоге минус на Саракова. Один в один получается у нас размен. Есть Фржит Спириты от Инвокера. Опять же, в Ювах летает Абадон. В циклоне, точнее, от Бремастера. Ну вот, дальше. Дальше, дальше. Все закончилось дальше. Дальше у нас Спирит Биро опять же погибает. Это важная штука. Опять же, стоит заметить. Ну, для кого эта драка в плюс оказалась, даже не знаю. Если дэмодж, вот, плюс Эмбир Спирит со своим флэмгвардом. Ну, в общем, такого именно ауешного дэмоджа здесь действительно достаточно. Ну и будет бойцов собирается в мидле на данный момент. И на Рошан, Архоны отправляются. Наверное, понимая то, что сейчас будет бойцов никуда не пойдут, потому что знают они о том, что стоят они в миде. Где, я имею в виду, Архоны понимают о том, где находится их соперник. Ну и Рошан действительно для них. Карман. Там, кирал своего бадона появилось тем временем, да? Нормально. Да, действительно, нафармил, как говорится. Миллер, Винвокера, Миказм, видим, появляется потихонечку. Найсталкера, который, как я понимаю, должен выходить совсем скоро. Гвардиан Грейвз, по идее. В итоге все достаточно неплохо для Архонов. В последний момент, я вижу. В принципе, артефакты у ребят имеются, и причем неплохие имеются, с которыми можно убивать. Но зато вот Эмберспирит топ-1 по Нетворцу стал. У нас 16 тысяч за ним. Но там разница, конечно, небольшая. Но вот этот вот Дейдал сейчас может много проблем для Архонов составить. Опять же, если от Эмберспирита быстро не избавиться в драке, не прогнать его либо на Реминант, либо просто убить. Я думаю, Эмберспирит там за фисты, за одни, за вторые большое количество дэмэджа сможет внести. Если еще и на крит пропрет там как-то. Ну, все равно надо, что еще покупать на дэмэдж, потому что, опять же, может мало. Ну, там у Эмберспирита 3500 на руках сейчас. Еще сверх покупки Дейдауса. Ну, я так понимаю, нападение вниз нас ожидает, же ее боится. Наверное, понимает то, что рядом с пандой есть еще кто-то. Ну, как только Лондруид увидел, опять же, убежал. И 3400 у Сларка. Тоже он пытается нафармить себе. Эбисал тот самый. Ну, с дабл дэмэджем у него проблем не составит. Сделать это в ближайшие 2-3 минуты. С Абисалом, конечно же, будет покруче выглядеть. У нас уже Сларк. Помажорней. И, опять же, ловить любого сможет, поэтому без проблем на все для него будет. Ну, вот Эмберспирита по-хорошему бы ловить, потому что имблокер не может этого сделать, потому что не собрал арчид. И появляется у него какой-то мюльнир, который нафиг ему здесь на самом деле не нужен. Ну, против кого? Против панды только, пожалуй, когда он разложится, чтобы бить по трех аж как бы пандам сразу. В остальном я просто не понимаю покупку этого артефакта. Ну, может накидывать на того же Сларка. Может быть, тоже как вариант. Эх, 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 эх. Тем временем, на ботами разрушили нас команда Void Boys Т2, после чего, видимо, к Т3 немножко подошли. Ну, ловить, ловить быстренько с крипами разобрался, видимо. Все же отошли назад. Вот с Void Boys и не хотят идти дальше. Возможно, даже и боятся. Всякой нечисти, которая может залететь. В тем временем Сларк пошел, опять же, в чужие леса искать себе жертву. Правда, никого он здесь найти не сможет, если только опять пристать к Спирит Биру, как вариант. Ну, Спирит Бира, я думаю, да, действительно его можно здесь забрать. Пробили наполовину, и я думаю, не будут его отпускать. Однако, вот, пожалуйста, сейвич Рор. 200 монет засейвил для себя Лон Друид. 300, по-моему. Ну, 300, да. Прошу прощения. Ну, в общем-то, основы не отдал Спирит Бира. Поздравим его с этим делом. Важная штука. Ну и 6-10, 37-ая минута встречи у нас уже. Что-то затягивает, ребята. Да, в принципе, концовка, мне кажется, быстрая будет. Ну, здесь один файт решит все. Если ребята еще и за Бабеками своими не следят, действительно, реально один файт. Просто везде-то три остались, поэтому тут сейчас быстренько туда-сюда ребята отправятся. Быстренько все разрушат и нормально будет. Там у Бримастера, да, появляется даже Вазгвард, я вижу. Ну, потихонечку то, что собирается в плотность у нас. Бримастер, ну и отправлять вперед с Ларка, понимает, есть у Эггис надо реализовывать этот Эггис. Ух ты, как его потратили. Опасно, очень опасно сейчас для Джио, и стрела в него залетела. Пробиль на половину ХП, ну вот, дар пакт. И все. Спасал. Все спасал. Ну и потихонечку Скальзи будет собирать для себя один у нас Ларк. А вот. Не нападает, но в виде опять. Под пивасиком, конечно, не так хорошо ему нападать, но опять же, дар пакт. И снова пошел Джио дальше. Но опять же, Эггис, когда заканчивается, остается там меньше двух минут. Да, да. Хочет навязать драку, и понимаю от Архоны то, что нужно, то, что Бара, потому что первые Эггис они реализовать не смогли. Сейчас хотя бы за вторым что-то постараются придумывать. Ну и заходит на последний внешний Тауэр, Воид Бойс. Откидывается здесь чина Мембер Спирит. Но я думаю, вышку стоит отдать. Ну, хотя можно еще подраться после этого, хотя нет, захотели, ребят. Хотя могли попробовать что-то интересное показать, наверное. Ну, эта игра зависит от того, кто нападает, тот и выигрывает. Ну, практически всегда так в доте. Потому что тот, кто инициирует, он вообще, в принципе, должен быть сильнее. Не просто ж так. Поэтому сейчас действительно один файл, скорее всего, а один замес, я не удивлюсь, если это будет третий Рошан. Да еще четвертого дождемся, мне кажется. С такими успехами. Может быть. Долго, ребят, конечно, что-то наступает. Барспирит Селинку в Крябриол. Вот он сказал, и появляется у Сларка. Ну, и теперь самое главное. Самое главное, забрить ободона. Если получится, то будет все круто. И... Ух ты, как тут фисты его пробили-то. Да, неплохо там Критуля зашла. Но его, естественно, никуда отпускать не будут. Понимает Архон, что туда и стягиваться уже бессмысленно совершенно. Хотя могут попробовать бойцы на Т-3 пойти и заставить сделать все-таки ТП. Но там Сларк с ТП, само собой. Оракл тоже с ТП, если что, помогут на Т-3. там еще инвокер сейчас покидается всем тем что у него есть самый неприятный волкер который только может быть че стенку воткнул и улетает на дефт эмбер спирит сейчас он на т3 он там понятное дело оставил себя реминут если что вернется этот инвокер конечно жизни не дает так что на хг наконец-то пусть добрались так начинают нарезать взятки фратификации все а там против и все а хороший вид же дает у нас на и сталкер за счет как раз аганим саптера влетает под бкб римастр вперед так как больно то погибает нет поживает тот момент погибает у нас бейн а при этом обратно спирит начинает нарезать по славку славку очень очень больно и заяцем он лайта ну и на этом нужно ребята дальше идти вперед то славили двоих отлично чего стрелать взлетает у нас по сларку сларка все же погибает нет у него байбека беда беда большая беда командарь хун в итоге еще ораку погибает понятно дело сам толстый герой дальше драка продолжается ребята пытаются еще как-то как-то отдафать есть кричит инвокера вот и в саму погибнуть ремонстра который уже плотно занимается именно им ну и я проспередал и фесты там уже больно пробивает там смотря на то что доедалось конечно же влетает гряды как надо но здесь свой бой с никого не отпусть пожалуй только на и сталкер ушел в общем затем зачем захотели сделали да еще и на вторую линию перемещаются я лондру и но буквально потерял на 15 секунд уже т2 следующий что это такое как он это делает но это же хуан что ты хотел погибать погибает москве это не принимаются будет на современном успевает таки как я залетел нет уйди юй бластуля опасно опасно ну вот о чем мы с тобой говорили одна драка снова не уследили за байбеками парни вот сларк как раз если бы я сларк быстренько выкупился и сразу же пошел в атаку после того как вы убили там у не успел дарпакт прожать ошибка была от него хотя дарпакт был не в кулдауне но побоялся он нажимать его не знаю почему так но и итоге подставился погиб полторы стороны минус здорово класс да 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 остается там рожевой барак который в крыску может забрать любой товарищ команды white boys ну кроме войны и грана ну это сподручнее эмберспириту само собой делать если вдруг архоны забудет о мид лейне вообще там хоть не знаю на минуту на две крипы чуть ближе подойдут к тому ну где-то на место где был то 2 но я думаю эмберспирит не побрезгует и быстренько прилетит заберет этот самый тавр ну в общем то брать последнюю сторону для них не составит пока что проблем особых потому что сейчас они нагло усиленеть своих соперников white boys доминирует на этой карте но и графики мы видим то что архоны всю игру практически лидировали по деньгам после потери полторы стороны и после вот этого неприятной драки для них все в нулях там немного в плюсе white boys и ноут по экспе график за архонами все таки остается 8000 они в плюсе по экспириенсу ну 10 13 счет также ведут еще по этому показателю но ходом осталось только собрать чехлы если ребята хотят как то попытался выиграть просто пойти по центру и показать кто тут вообще босс им нужно нападать они могут принципе убить там вот опять же да быстро зафокусить эмберспирит убрать основного дэмэдж дилер и уже после этого развивать свою атаку если нет то вряд ли что то выйдет ну вот где тает джио и тут уже ясно что это да это уже все еще и прокаст весь этот инвокер попадает по всем героям команды white boys так ну гвардин грифс на развороте и поймали мой гриф 3 минус инвокер на остальные все расходятся поняли то что надо бросать людей ушли вовремя действительно архоны но я думаю вот как раз по последней стороне вот сейчас пойдут по ботам линии смещается туда и лондру и тоже постепенно крипов убивают моментально посмотрим сейчас сау инвокер ей по веку инвокера байбака нету 75 секунд без него здорово мы архоны мы деремся 45 а я вам делал байбака куда просто на нем поэтому ну а вопрос тогда зачем инвокер бежит первый если у кого на байбеке но он в сторонке стоял это просто славка убегал ой 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 там еще и стрела от папы в найт сталкера найт сталкер быстрый минус ничего не смог сделать пошел драться с ларкой старается что то сделать у того гвардин грифс ноу никуда совершенно уходит весь прокаст от ларка который он давал он очень живая пока что не на волга это все сларк нарезает вот шаду дэнса пытается кого-то вырезать так еще саппортика вот дымают и это минус последняя сторона в итоге все же будет бой со побеждает на первой карте тут уже никак не отбиться а вот но и вот бой со выигрывают первую группу 102 серии но если честно сказать очень очень какая то стручная действительно игра ну а то драка и все все что мы с тобой посмотрели за эти 45 минут именно так в никуда все время ушло у нас на первой игре на америке но надеемся что вторая игра покажет что такое америка и какие то тоже интересные стратегии нам ребят покажет с эмбер спиритом с эр спиритом и с другими спиритами которые только есть у нас в тоте не дай бог ха 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 ладно